Как прошли похороны? Отлично. Я не предполагал, что месье Лефевра столько знакомых. Какие-то важные особы. Похоже, у месье Лефевра были друзья в различных сферах. Красивое кладбище, живописное, расположенное на склоне. Интересно, сколько там стоит мест? Наверняка целое состояние. Можно навести справки. Домой пришлось добираться пешком, у меня нет денег даже на такси. Сожалею, но месье с вами предложили контракт. И заплатил вперед. И не упрекаю тебя за это. Я соблюдаю условия договора. Вы дали мне семь дней. Два дня уже прошло. Мы договорились, что подходящий момент выбираю я, а месье остается в неведении. Ну, оно сокращается с каждым днем. Это мое неведение. Его осталось всего на пять дней. В худшем случае? В худшем. Возможно, на пару дней. Может быть, на день, а возможно, на пару минут. На пару минут. Или на пять дней. Куда удобнее русская рулетка. Один шанс из шести, зато сразу ясно, жив человек или нет. Это если обходишься одним патроном. Некоторые заезжают сразу шесть. Кто эти некоторые? Те, кто хотят воспользоваться всеми шансами сразу. А, то есть те, кто предпочитают не иметь никаких шансов. Смотря что считать шансом. Месье хочет отказаться? С чего ты взял? Просто не учел, что стану без гроша на карманные расходы. Вот и все. В отеле у месье неограниченный кредит. Да, я мог бы пить шампанское и заплатить. Вернее, не заплатить. Только через неделю и полагал, что я так и сделаю. Буду пить шампанское и не заплачу. Раз в жизни. Жизнь без ограничений. Вернее, она ограниченная, но без ограничений. Жизнь раз в жизни. Понимаю. Ты знаешь что, как-то потерял охоту. Не хочется шампанского. Жаль, когда шампанское пропадает. Может, месье обратится к психоаналитику? Ни шампанского, ни икры, ни паштета из гусиной плечонки. Вообще ничего. Все еще жизнь, а уже не жизнь. Вот она моя ситуация. В моем распоряжении весь этот отель. Что долго? Не могу купить даже почтовую марку, чтобы отправить кому-нибудь открытку. Вот с этим видом. Правда, некому. Если месье желает прогуляться, выпить по дороге чашку кофе, я почту для себя за честь. Правда? Морис, это очень мило с твоей стороны, однако нет. Я могу не оплатить последний счет в отеле, но я не могу брать деньги, которые я никогда не вернул. Сам не знаю почему, но мне это как-то претит. Вы же не взаимы берете. Если можно так выразиться, это мои накладные расходы. Не находясь месье постоянно в отеле, у меня бы было больше шансов. Поговорим об этом как-нибудь в другой раз. Поговорим об этом. У нас гости. Множество. Даже удивительно, если принять во внимание, что сейчас мертвый сезон. И все заселились одновременно. Кто? Во-первых, шейх. Шейх? Да, какой-то арабский принц. Вместе со своей свитой занял весь второй этаж. Кто еще? Сигареты. Кто еще? Двое джентльменов остановились в одном апартаменте. Как заселились, друг с другом не расстаются. Ну, это нормально. Мы живем в обществе без предрассудков. Разумеется. Месье уже читал утреннюю газету? Не успел. Если позвольте. Не приближайся. Занятость в гостиничном бизнесе. Ну, это тебе интересно. Мне-то это зачем? Я имею в виду первую страницу. Слева вверху. Встреча по вопросу ограничения вооружения не привела к соглашению. Однако стороны договорились о продолжении переговоров в неофициальном порядке. Место и время встречи не были объявлены. Ты полагаешь, что это они? Не исключено. Нонсенс. Тогда весь отель был бы отцеплен полицией. А если принять во внимание, что встреча неофициальная, абсолютно тайная? Тогда каждый из них имел бы право на свою абсолютно неофициальную, абсолютно тайную охрану. Разумеется. Две молодые дамы поселились рядом. Обе мускулистые. Одна брюнетка с сильным техасским акцентом, другая блондинка. С акцентом полегче, зато со славянским. Глобализация. Оба апартамента были забронированы одной и той же анонимной особой по телефону. Что из этого? У тебя богатое воображение. С таким успехом это может быть и мафия. Ты паранойка. А, сдохла. Если это особо действовало по поручению правительства. И если речь идет не о разоружении, а наоборот. То есть? О вооружении, месье. Сверхзвуковые самолеты, гиперскоростные танки, ракеты. Земля-небо, небо-земля. Земля-море, море-земля. Небо-небо, море-море, земля-земля, месье. Аминь. Все эти великие дела в нашем уютном отеле. Шейхи любят покупать подобные товары в интимной атмосфере. Ничего такого не замечал. Потому что это незаметно, месье. Импорт-экспорт. Пьяно-пронто. Не видать, не слыхать. Паранойя. Типично восточно-европейская паранойя. Я не настаиваю. Но вернемся к идее, что апартаменты в отеле Резиданс были забронированы мафией. Хватит. Почему, месье? Мафия тоже любит тихие отели с хорошей репутацией. Моль то респитабили, сеньоры. Молез, по-моему, достаточно. Согласен. Давай, сменим тему. Еще. Есть что-нибудь еще? Вам звонили из Голливуда. Мне? Вам. Месье удивлен? Я, правда, не помню точно, кто. Парамаунт, Юнайтед Артистс или МДЖМ. Вам интересно, что они сказали? Все-таки я передам. Во-первых, они сказали, чтобы я не утруждался и не звал месье к телефону, потому что у них мало времени. А во-вторых, что 20 лет назад они еще могли рассмотреть какой-то сценарий. Но теперь, к сожалению, месье вышел из моды. Мне продолжать? Откуда ты знаешь? Посмотрел в Википедии. Там у месье дата рождения, тире, еще одна фраза. Автор бытовых комедий. Зачем ты мне все это говоришь? Месье... про Голиоз. Это низость. Месье начал, я подыгрываю. А кто тебя просил? Однако, месье вовлек меня в игру. Да, но... в качестве зрителя... Неправда. Месье поручил мне небольшую роль. Звонок из Голливуда. Конечно, месье, уведомлю незамедлительно. Что ж, я поручил тебе небольшую роль, однако не забывай, что ты для этого тут и есть. Это месье забывается. Меня так нельзя трактовать. Почему? На основании договора, который со мной заключен. Месье одна сторона договора, я другая. Наши роли равнозначны. Да, пожалуй. Или нет. Моя роль важнее роли месье. Теперь я играю главную роль. Насчет партнерства согласен. Но, что касается главной роли. Главная роль у того, у кого инициатива. Договор подписан по моей инициативе. И на этом она закончилась. Теперь моя очередь. А вот с этим я не согласен. Конечно, месье протестует. Месье привык к главной роли за неимением других исполнителей. Месье нет друзей, нет семьи, нет любовницы. Когда долго играешь сам собой, отвыкать от этого трудно. Очень может быть. Мариус, ты меня не любишь. Наконец-то вы заметили. Похоже, у тебя комплекс. А что же мне еще остается? Комплексы тоже, форма капитала. Заметь, что комплексы эти восточноевропейские. А какие же еще? Ну пусть вас это не расхолаживает. Мои комплексы не менее серьезны, чем комплексы полититиканцев. Меня тоже можно бояться. Хочешь, чтобы я тебя боялся? Иногда это единственный способ. Обратить на себя внимание. А если другого нет? Если жаждешь участия, если имеешь дело со старой доброй Европой? Невнятная какая-то философия. Если имеешь дело с европейцем, таким, как вы, он должен бояться, чтобы полюбить того, кого боится. Чем больше он боится, тем больше любит своей рациональной, гуманной любовью. Считаешь, что я тебя боюсь? Не боится, месье? Поэтому ты и заключил контракт. Не только из-за денег. Из-за денег? Вознаграждение, полученное от месье за то, что я месье задушу, застрелю, зарежу, утоплю или сделаю еще что-нибудь, пока не знаю что. Да и месье это знать не обязательно. Это смешная сумма по сравнению с моими рисками. Но, к счастью, у меня есть идеологическая мотивация. Ах, ты коммунист. Только потому, что я с Востока. Нет, месье, я не коммунист. Я сноб. Плохонький, заштатный европейец. И всегда хотел получить должную оценку от истинного европейца, от такого человека, как вы. Получилось? Не совсем, но я близок к цели. Месье обо мне думает, помнит обо мне, не перестает, но интересоваться. Ты в этом уверен? Ну, это же очевидно. Из-за меня месье не может ни спать, ни есть, даже шампанского не пьет. Так месье озабочит мною. Месье не перестанет обо мне думать до конца своей жизни. И никогда, никогда меня не забудет. до конца жизни. До конца жизни. И поэтому ты счастлив? Почти. Счастлив от того, что я тебя боюсь. Месье, меня просто упоительно, просто восхитительно боится. Счастлив от того, что стал важным человеком для меня самым важным во всей вашей жизни. Счастлив от того, что я думаю о тебе и исключительно о тебе и только о тебе? Да. Думаю, думаю, и думать не перестану. До самого конца. У меня здесь все. Счастлив от того, наверное, и тащит. США Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Твоя историческая дефективность мне омерзительно насточертела. Политетики или Сараева, мне на все это одинаково наплевать. А знаешь почему? Потому что я эгоист. Меня это все не касается. И никогда не касалось ничто, кроме моей собственной персоны. Она исключительно одна. Понял? Я сам большой! Моя персона! Наконец кто-то высказался откровенно. А я не боюсь быть откровенным. Не до конца. У меня нет иллюзий, ни относительно себя, ни относительно мира. Поэтому я хочу умереть. А как же Голливуд? Голливуд. Месье так переживал, когда с моей помощью узнал правду. Было похоже, что Месье расплачется. Садист. Возможно, я лишил Месье каких-то иллюзий. Если так, иллюзии вам больше не понадобятся. Вампир. Возможно. Дракула из наших краев. Балканский позор. Скорее, Монте-Кристо. Шут. Нет, граф Монте-Кристо. Из бережницы Выжной. Мститель. Могу я что-нибудь принести, Месье? Шампанского. Шампанского? Чего ты так удивлял? Я думал, Месье больше не хочется. Мне не хочется. Шампанского. Вдовух Лико. Брюд. Нет. Дон Террион. В номер. Месье. Нет, послушай. Что у вас там самое лучшее? Редер Кристаль, Месье. Отлично. Редер Кристаль. Бутылку и икры. Черный. Слушаюсь. Да не осетровую, а белужью. Я сказал, белужья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова